Провокация против немецкой словистики статьи Провокация против немецкой словистики общества Гуманитарий, дискуссия Первое издание четырехтомника на русском языке было осуществлено в 1964-1973 годах Теге Хельмут Яхнов, Макс Фосмер, дискуссия, русский язык, этимология Автор статьи В. Писанов с политической и научной точки зрения примитивным и подлым образом клевещет на Макса Фосмера 1886-1962, одного из самых крупных немецких словистов старшего поколения Статья вызвала сильное возмущение словистов не только в Германии Решающее значение Фосмера как ученого состоит в том, что он в 20-х годах прошлого века отделил словистику от индоевропеистики в Германии Добился того, что она стала самостоятельной дисциплиной в рамках филологии с собственным институтом, библиотекой, учебным планом, публикациями Основным фокусом исследовательской работы ученого была история славянских языков Самым важным произведением Фосмера является его 1950-1958 годы, переведенный и дополненный советским филологом О.Н. Трубачевым Этот этимологический словарь русского языка до сих пор считается самым основательным этимологическим словарем русского языка с высокой репутацией в научном мире Профессор Фосмер считал словистику и средством распространения знаний о культуре славян среди берлинской общественности С 1928 года он был членом-корреспондентом Академии наук СССР Во время немецкого фашизма органам власти не удалось вовлечь Фосмера в идеологию действия системы Исследование отношения немецких университетов к фашизму показывает, что это совсем не то, что разумелось бы само собой Именно словистика находилась под угрозой идеологизации, так как она считалась релевантной для так называемой Остфошханг Программы восточных исследований Известно, что и фонд Deutsche Fischhungsgiemenschaft, DFG Немецкое исследовательское сообщество Финансировал Остфошханг, работающий в интересах нацистской подготовки к войне Теории рас Расширения жизненного пространства Берлинский институт словистики в то время пособия от DFG Не получал Он также не принимал участия в активной с 1940 года компании военной акции гуманитарных наук Фосмер, в сущности, не был политическим человеком Его воля к сопротивлению основывалась на общих моральных и демократических принципах Которые отражались в том, что он не допускал политизацию института Его сотрудники не были членами нацистской партии НСДАП Здесь не писали идеологически окрашенных статей Для ученого было само собой разумеющимся не участвовать в акции немецких профессоров в поддержку Гитлеров в 1933 году Следует подчеркнуть тот факт, что Фосмер участвовал в освобождении польских ученых Которые были арестованы коварным образом командой СД после оккупации Кракова вермахтом в 1939 году При этом оказалось полезным, что у него несмотря на надзор со стороны органов власти Все время были определенные связи с научным сообществом за границей После 1945 года моральная и политическая безупречность Фосмера во времена фашизма была полностью признана Советская военная администрация в Берлине оставила его в должности профессора А в 1947 году ученый получил приглашение университета в Стокгольме на кафедру словистики Его репутация в научном мире оставалась безукоризненной Фосмер был единственным немецким словистом высокой должности, который после войны признал причастность немецкой науки к распространению фашистской идеологии и преступлениям против цивилизации Известно о его выступлении с докладом «Де Холтанг де Беллина Юниверситет» Сделанным перед коллегией университета в Осло в 1947 году, куда его пригласил директор института культуры ведения этого университета профессор Ему помогал Фосмер во время немецкой оккупации Норвегии, 1940-1945 годы Немецкая словистика обязана настойчиво защищать покойного от клеветы, распространяемой писановым Автор по невежественности, или намеренно, смешивает этимологический словарь со словарем заимствованных слов Он полемически утверждает, что Фосмер занимает позицию, согласно которой вся русская лексика состоит из заимствований Из чего следует, что русский народ в течение истории не был в состоянии развивать собственную лексику Этот абсурд автора не стоит комментировать Апогей клеветы вытекает из обвинения, что Фосмер работал под прямым покровительством фашистского режима У многих биографов нет сомнений, что он трудился под прямым патронатом Гибельса Однако более вероятно благорасположение отца концлагеря и мистического общества Ани Нербе, Гиммлера Биографов автор не представляет Это особо возмутительная клевета на ученого, относившегося к данному режиму с презрением Язвительные измышления продолжаются тем, что Писанов, без всякого доказательства, постулирует духовную близость Фосмера к Шмитрору, заведовавшему отделом языковой социологии в преступной организации СС Ани Нербе Можно смело допускать, что это был круг друзей Белокурова Макса Фосмера, Эль Ге Досея Хельмут Яхнов родился в 1939 году в Киенице Изучал словистику, наряду с другими предметами, в Берлине и Сараеве На первом курсе в Берлине учился и у профессора Фосмера Научный сотрудник отделения словистики университета в Констанце, Германия С 1976 года профессор словистики в Рожском университете Боохума, Германия Больше 150 публикаций по разным предметам словистики В настоящее время на пенсии